Захарей, как садимся за столом, он тут как-то, а не садится. Я Елене Барабаш отправил, все, то, что ты отправил, она уже мне отпечатлена. Но почему не до конца-то? Дальше не было ничего, я же его заложил, где сказал Катерине, до этого места, от начала и вот до этого места. Вот это, мера помазания идет, и окончание этого, вот еще сколько. Ну, в общем, я не понял, значит, я сделаю еще раз, попробую. Ну, ты понял, нет, что? Значит, называется дальше, мера помазания. Хорошо. Ты нашел то, что вот это требует? Я по крещению, да, прям точно это. Вот, значит, дальше смотри. Во-первых, помазание идет, и вот до этого, последнего молитва, краткого порядка святого крещения. И это должно заканчиться этим, краткое крещение. Бывает, там больной человек, там уже, там и вода даже не освещается. Вот до этого места, до 42-й страницы. С 1-й по 42-й, да? Нет, по 34-й это уже сделано. Ну да. Это я уже, она мне уже, отмечатала дает. 35-40. Да, вот 35-40 баллов. Там, видите, в чем дело, там не то, что прям книга, там содержание, а там последовательность другая. Там вообще крещение в середине где-то я нашел. Да? Ну да, вот мне единственное, мне надо название давать. Мера помазания, значит. Да, Мера помазания, идет она дальше, и заканчивается молитва краткого... Мера помазания краткого крещения. Крещение. Полярка с мячом крещением. Все понятно. Так, я тебе оставлю, ты на, чтобы ты не забыли. Вот. Ты его сделал до сюда, до 34-й страницы, все сделано. Она мне уже отмечатала. Быстро так, главное, вперед. Она убирала в одной комнате, отмечатала в другой. Вот посчитали, сколько слов на крещение и помазание. Ну, Евнах едет, ему Филипп, и Евнах первый заявляет, говорит, что препятствует крестить. Это еще как крещение Артольска. Вот вода. Церковь в то время была только основана. Еще не было ее... Еще не было, это. Правила потом, ни одного правила еще не было. Правила после стали корону принимать. Правильно, Григорий Петрович, написал, говорит. Да, вот Господь задание строить храм. И столько вокруг лесов возвели, столько пристроек, самого храма уже не видно. И вместо царства Христова, царство попов и монархов. Просто веришь, верует Иисус Христос, зашли в воду, крестили, и угодит. Ну, угодит, вдруг его ангел поднял и не стало, а он поехал домой. И на землю. Никогда не о кресте не слышал. Считает, а сам не знает, о чем считать. Это он считает, что откуда знаете, не разъяснили. И все, первое слово ему. И он сразу убирал, и... А что препятствует крестицам, вот вода, и оба сошли в воду. Не стал он ему головой, там, шорпать мокрой ладонью. У меня такой случай был. Пришел молодой человек крестицей. Стобольский был. Ну, а я его спрашиваю, а ты веришь? Веришь? В Бога. Веру. Я говорю, а в какого ты Бога веришь? Вот так посмотрел на икону себя. Во всех. Ну, как и пишет, я сказал, да? Это там двое порядок. Вот и все, ты говоришь, веришь? Веру, ага, давай крестись. Поговорил, а он никакой, ничего. Ну, а тогда в Афганистан отправляли. Поездку могут в Афганистан отправить. И может, тогда как раз я с ними беседовал. Двое, я говорю, а что креститесь? Двое, ну, забираю. А там, а товарища? Ну, товарищ, говорит, решил, чтобы так же было. А кто Христос? Он спрашивает, а кто он был? Инопланетяй? Ну, не знали же, ничего не было. Кто же говорит, давай. То, что было уже, то... Ну, в этой ситуации надо... Всего не так. Покажешь, как власть любезти, в армян. Она вот так штанишки закатала. А у него чашка на столе. Вот чашку вот так выделяю. Раз, я для кого рассказываю это. Армянский поп как делает? Вот так крутив чашку, мухрыми руками я только кресло обтер и голову. Все. Католиком вообще, только Брежневик, без насоса велосипедного можно попрестить 100 человек. Какое тайство? Интересно. Ересики, какие бы ни были, все погружения. К нам в армию приезжали из монастыря монахи. Я там был, наверное, один верующий вообще, я не мог найти, с кем поговорить. Но монахи приехали, человек 20 покрестили, нашли среди них верующих. Кто желает креститься? Покрестились. Хрещеный пришел к священию для женской колонии. Все крестились, кроме трех. А где они были? Мы сидели в КПЗ, куда они крестились. Все до одного крестились. Они изменились, перестали пить, блудить. Да не это. Об этом даже речи нет. А сколько крестились? 470. За раз. Я 18 лет в тюрьму хожу, лесу, литературу, лопастки, яйца крошу. Паша, сколько обращаться у меня одного? Температура другая. А сейчас спрашивайте, где-то будет. Если захват за ротиком, чтобы меня сразу посадить с ним. И ни одного почему. Значит, я верю, действительно, выходят они, прицепки устраиваются работать. Нормально люди работают. И вдруг один из них освобождается. Приходит, а им шубы дали, уже пьет. Все пропили в одну ночь. И шубы, и в Попугу в дом залезли. И едва не убили. А до этого работали уже становится больше сложно. А как нужно? Ну, как-то не так. Соценили не верующий человек, и так не делали. А мы захватили и деды. Смотри, заговор вот такой. Я вообще наткнулся на одного студента убили. Это шестой год. Сейчас говорят, что нет. Это сейчас. Работает она продавцом, а прямо напротив УВД. А они приходят, говорили, саня, что-то просят, она дает, записывает, и набрали полтора миллиона. И дальше ничего не придумали. Убили ее. Убили, но теперь еще там пса сажают, плачут. Другой. Тут же, рядом, другой случай. На дороге столкнулись или что-то. Не прямо это все зафиксировано. Один мужик видно, что-то новый, крепкий его лицо показывает, улыбающийся. Он кинулся на этого. А тот с юга. И победа на его стороне. Тот, упал, ударил. Он сразу его шпы хватил и завязывал. Двой студент, 20 лет, как-то взрывал. Хорошая подавала надежды и устройство на работу. Сказали, что тысяча рублей где-то он заплатил. В студенте приходит обман. Он говорит, как же вы как-то? Взяли деньги. А, там сидят этот. Он недолго, думаю, выхватил пистолет травматический какой-то. И прямо в голову сразу убил его. Тоже это южная народная. Другая машина поехала одна с ней продавать. Одна. И все, ухайтак зарезали. А потеряйки нет этого еще. У нас ушло на работу восемь. Восемь должно быть. А если не работают, безо ягод ездят, бедра мы нашли. И ни одному мысль не придет, мы для потеряйки работаем. С утра с середины все понятно. Хоть бы кто-то чашку ягод принес. Нет. Ни один. Мне предлагают сейчас чашку ягод. Мне предлагают. Какие ягоды? Винтуре. Желегородная. Водинистая. А это едут. Мы видим, как они едут. И они знают, что мы работаем, трассу сохраняем. Работаем уже больше месяца. 35 дней. И ни один хотя бы заикнулся. Сказал, что же делаем? Один говорит, для наших коров загородили все. Вы его хоть пол-литра-то налейте. Один потерялся. Не догадайтесь. Вы загородили, сказали, дайте нам молоко. Они откажут, дадут. А вы молчите. Сегодня-то все знают. Трассу сохраняем. Они через нее едут, они видят. Они едут за ягодом. Мы не можем себе позволить это. Нам не надо, не возьмем, но само по себе показывать. Так какое отношение не возникнет. Вот еще не надо говорить. Просто надо работать с людьми и показать. Чужим люди раздают. Ягоды будут еще день-два и все, и их уже не будет. Понимаете? Вы надо кому-то набрать, но вы не лите один день сходить. Да я же не говорю, что не ездите по ягодам. Ну раз набрали, мысльно представьте, что мы с вами поехали. Но мы не можем оторваться. Я вещь, вот о чем. Мы не едем по ягоду, потому что делаем для вас. У вас-то должно шелохнуть все, что там внутри. Хотя бы сказал, как же это? Люди не могут поехать. Работают для нас. И мы даже, ну я как тебе одной никто не предложил. Мне не надо. Но отношения-то само по себе. Ну значит, надо, раз ты, не надо, так и не надо было бы, а то надо. Значит, надо. Тяжкое положение. Делайте, доброе дело. Апостол Павел говорит, и будут люди неблагодарны. Одно из качеств человека в последнее время неблагодарность. А один сказал только, ну дорогу делайте, все, то низкий покром вам. Ну а вот труды, зачем они нам нужны? Труды, зачем нужны? Это вообще другой климат совершенно. Другие птицы, рыба, купаются. Тут же еще не было, лужи одни были. Я посчитал, сколько-то, ну около двух миллионов уже упадякал, залез в землю. Не рубля в деревне нету. Ну хоть пару слов-то скажи. Сегодня на уроках спрашивают, а кто такая Надежда Константиновна Крупская? Ни один не знает. И только одна девочка сказала, успокойся, когда разговариваю. Она говорит, какая-то коммерсантша. Ну вы-то знаете, кто такая Крупская? Вот и все. Вся слава человеческая. Коммерсантша. Вот познакомься, батюшка, у нас какой, Юл, это друг сидит. Алеша звать. Я с ним познакомился. Ой, парень хороший. Вот над ним патронирование ведет, брат Вячеслав, показывает, как ложку держать. Он слушается, на качеле качается. Я еду, они мне рукой машут. Благодарные растут дети. Слава Богу. Ну еще вас из-за стола выкатывать или сами вылечить. Хозяин арбузом угощал, угощала. Хозяин, выкатите меня из-за стола. Пусто. Как-то двоих-то нет. Благодарим тебя, Христе Божий наш. Я коноситель всеназемных Твоих была, и решилась и небесного Твоего Царства. Я посетил Шереков, если пришел в дару и мир, приди к нам и спаси нас. Аминь. Слава Свою Сыну и Святому Духу. И ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови и воздай милость всем заботящимся о нас, благослови Елену и сестер. Тебя хвала и слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Богу нашему слава. Спаси Христос, Богу нашему товарищу. Так.